Профессионально, адресно и доступно. Юридическая консультация телеканала Казарда продолжает свою работу. Здравствуйте! В студии с вами я и ее ведущая Алина Параджан. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Судебный исполнитель должен обосноваться, так как она указывает, что в данное время зарплата ее мужа, то есть должника по алиментам, возросла. Поэтому законодатель предусматривает, если заработная плата либо иные доходы должника идет на повышение, то, соответственно, пропорционально взыскиваются алиментные средства. В данном случае должна обратиться в судебные органы, также может обратиться в органы прокуратуры, чтобы на каком основании ей был отказ о выплате долга перед ребенком, ну, перед нею. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В непростой ситуации оказался наш телезритель Сахи. До официального брака мужчина проживал с будущей супругой в Гражданском. Все это время вели совместный бизнес. На эти доходы приобрели квартиру, которую оформили на жену. Пять лет назад узаконили брак, появились совместные дети, но теперь супруги разводятся. Вопрос, может ли Сахи претендовать на часть квартиры, приобретенной вне законного брака? Все совместно нажитые супругами имущества при разводе делятся пополам. Согласно статье 33 Кодекса о браке и семье, к совместному имуществу нажитому супругами за время брака относятся приобретенные за счет суммы общих доходов супругов движимые и недвижимые имущества. Важно помнить, общее имущество является таковым, независимо от того, на кого оформлено, на чье имя это оформлено, либо кем из супругов внесены денежные средства. Совместное нажитое имущество является все движимые и недвижимые имущества, которые были приобретены, когда они были в зарегистрированном браке до расторжения брака. Не зарегистрируют свой брак и состоят в гражданском браке, приобретают имущество движимые и недвижимые имущества и зарегистрируют это имущество на одного из супругов. Такое имущество является собственником одного из супругов. Если мужчина был официально признан гарантом, он это сделал по своей воле, поэтому, если та женщина не может платить те зимесячные взносы в банк, выплаты, этот мужчина должен будет оплачивать ее кредит. Имущество было приобретено до регистрации брака. Если мужчина хотела, если они состояли в то время, когда они состояли в гражданском браке, мужчина мог бы сделать соглашение насчет этого имущества, о доле его в этом имуществе. У нас еще существует брачный контракт, это предусмотрено в законе. Все супруги, которые стоят в зарегистрированном браке, могут сделать брачный контракт, определяя их долю в совместном нажитом имуществе. Кроме регистрации брака. Кредиты, развод, дележка, имущество. Через это все прошел наш телезритель Нур-1. В первом браке мужчина оформил кредит на постройку дома, но не успев за него расплатиться, развелся. По обоюдному решению, бывшей жене после развода досталась машина, а мужчине дом с кредитом, за который, минуточку, расплачивается мать Нур-1. Мужчина женился второй раз и хочет узнать, может ли вторая супруга претендовать на этот дом и имеет ли право Нур-1 продать его без согласия жене. Руководствую статью 35 Кодекса о браке семьи Республики Казахстан. Данный дом является только собственностью Нур-1, так как был приобретен им до брака, в нем они не проживают и не несут каких-либо материальных затрат. Соответственно, данный дом не является общей совместной собственностью супругов и согласие своей второй жены при продаже дома не требуется. Но многое зависит от тех обстоятельств, которые могут возникнуть в будущем при продаже данного дома и заключении договора купли-продажи. Следующий вопрос касательно Трудового кодекса. Горожанин Кайрат работает в частной компании. Помимо официального оклада, предусмотрена дополнительная оплата труда. По словам мужчины, работа нравится и заработная плата вполне устраивает. Но бывают задержки. Кайрат интересуется, как будет проводиться расчет в случае увольнения. Сможет ли наш телезритель получить полную сумму заработной платы? В соответствии с Трудового кодекса заработная плата устанавливается и выплативается в денежной форме в национальной валюте Республики Казахстан не реже одного раза в месяц, не позднее первой декады следующего месяца. Дата выплаты заработной платы предусматривается трудовым договором. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходными или праздничными днями выплата производится накануне них. Это указано в Трудовом кодексе в ст. 113 ст. 1. То есть работодатель своевременно должен оплатить заработную плату. Если работодатель незаконно скрывает ваши другие доходы и так далее, то в этом случае при расторжении Трудового договора этих денег, то есть неофициальной задолженности по заработной плате, вы только имеете право обращаться в судебные органы и только доказать. В этом случае вы имеете право только получить эти средства. Но в соответствии с Трудового законодательства заработная плата должна указаться в Трудовом договоре. При заключении Трудового договора вы должны расписываться и работодатель обязуется выплатить только вам в соответствии с Трудового законодательства, где указан ваше размер заработной платы. Только в этом случае работодатель обязан выплатить только эту сумму. То есть неофициальная заработная плата, если не указана в Трудовом договоре, Это противоречит трудовому законодательству. Что делать, если вам не возвращают долг? Автор вопроса предпочел остаться анонимом. Как поясняется в письме, должник госслужащий, несмотря на расписку, отказывается возвращать долг. С момента обращения в правоохранительные органы прошло три месяца, но дело никак не продвигается. Согласно закону Республики Казахстан об обращении граждан, физических лиц и юридических лиц к государственным учреждениям, любые заявления граждан и юридических лиц регистрируются надлежащим образом, и гражданину выдается талон о принятии данного заявления. На основании номера указано в этом талоне, гражданин имеет право в электронном порядке либо непосредственно обратиться в орган, в который подал заявление, чтобы получить ответ на свое заявление. В данном случае гражданин может обратиться в вышестоящие органы, также обратиться в надзорные органы, в частности прокуратуру города Казаларды и Казалардинской области, указывая, что его заявление не рассматривается более трех месяцев и не принимается по заявлениям меры. И последний вопрос на сегодня. На КСК Шапогат жалуется горожанка Гульсара. Дело в том, что жители дома провели ремонт подъездов, поскольку ждать помощи от КСК бесполезно. Соответственно, они отказались вносить квартплату, на что КСК подал в суд. В иске указано, что долг каждой квартиры около 80 тысяч тенге. Что гласит закон? Члены КСК – это значит все собственники квартиры. Они учреждают данные КСК и утверждают устав КСК. И они имеют право требовать от органа управления КСК по движениям средств как по текущим, так и по накопительным счетам. То есть, раз собственники квартиры являются учредителями данного КСК, у них есть, соответственно, свои права и обязанности, которые они могут реализовать в ходе действия этого КСК. В данном случае гражданин недоволен, куда тратятся их средства, поэтому они полагают, что КСК ненадлежащим образом тратит деньги, ничего не делают по улучшению своих домов. Поэтому они уже в течение нескольких лет не выплачивают свои вложения в это КСК. С одной стороны, это, конечно, правы собственники квартиры, если они докажут, что КСК направлял их средства ненадлежащие цели, которые не указаны в уставе. Поэтому им надо сначала провести ревизионный контроль по деятельности КСК, потому что общим учредительным собранием собственников квартиры должно было утверждаться устав и должен был выбираться ревизионная комиссия, которая будет проверять финансовую деятельность КСК. Чтобы чужие ошибки стали уроком, оттачивайте знания законов вместе с нами. Пишите, звоните по адресам и телефонам, указанным на ваших экранах. Всего вам доброго! Продолжение следует...